МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении. Очередной выпуск новостей сегодня в эфире. На вершине Арарата выпал первый снег. В Массачусетсе скончалась одна из последних свидетелей геноцида против армян. Крепости Абу и Шаури будут представлены в ЮНЕСКО. Путин 16 сентября посетит Анкару. В США они будут увеличивать количество военных в Сирии. 15 сентября стартует фестиваль кукольных театров «День сказок Туманяна». Конкурс «100 дней» для Армении пройдет в четвертый раз. Первый снег в этом году выпал на вершину горы Арарат, самой высокой горе в Западной Армении. Температура воздуха в регионе опустилась ниже нуля, а гора с 4000 метров и выше полностью покрылась снегом. Метеорологи сообщили, что снег на горе Арарат в прошлом году выпал в конце сентября. В этом году снегопад начался раньше, что означает «раннюю зиму». После выпадения снега погода в Игдыре и окрестностях резко опустилась. В американском штате Массачусетс скончалась одна из последних свидетелей геноцида против армян – 109-летняя Астрейк Алемян. Согласно The Mirror Spectator, во время геноцида Астрейк Алемян потеряла своих родителей и братьев и до 12 лет жила в одном из сирийских приютов. С помощью своего дяди Карапета Тетезяна она со своей сестрой Анной переехала в США. С 1980-х годов ежегодно 24 апреля на мероприятии городского совета она удостаивалась особой чести. В день своего 90-летия Астрейк Алемян отправилась с членами семьи в Египет и Сирию, чтобы посетить места, где она бывала еще будучи совсем ребенком. Начались археологические исследования крепостей Абу и Шаури, проводимые при поддержке Агентства по защите культурного наследия Грузии. В результате раскопок планируется установить исторические сведения об объектах и подать их кандидатуру для внесения в список семерного культурного наследия ЮНЕСКО. Работы на исследуемой территории на горе Абу начались 7 сентября и находятся на начальном этапе. В рамках данной экспедиции также планируется провести раскопки в крепости Шаури. Вообще эти памятники известны еще с XIX века и периодически там производились исследования, но археологических раскопок никогда не было. Сейчас наша главная цель сделать документацию, чтобы эти памятники были внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО, чтобы они были более защищенными, сообщил руководитель археологической экспедиции ГДРД Нереминашвили. Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник 16 сентября посетит Анкару, где примет участие в трехстороннем саммите по Сирии, а также проведет встречи двусторонней, встречи с президентом Турции Реджи Паптаимбом Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Рухани. Об этом сообщил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вы знаете, что в понедельник запланирована трехсторонняя встреча по Сирии гарантов астанинского процесса и содействия сирийскому регулированию, отметил он. Эта встреча будет в Анкаре, президент туда отправится. Песков также анонсировал проведение ряда двусторонних встреч. Первый саммит РФ, Ирана и Турции по Сирии состоялся в ноябре 2017 года в Сочи. По его итогам главы государства явили, что создание зондоэскалации на территории Сирии не должно подрывать территориальную целостность и нарушать суверенитет страны, а также призвали правительство Сирии и оппозиционные силы к участию в Конгрессе сирийского национального диалога. В США они будут направлять дополнительные военные контингенты для совместного с Турцией наземного патрулирования в Сирии. Об этом в пятницу заявил глава Центрального командования Сент-Ком вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Кеннет Маккензи. «Мы не собираемся увеличивать наше присутствие на этой территории при проведении патрулирования», цитирует генерала агентства Reuters. Как сообщили Армен Пресс в Министерстве образования, науки, культуры и спорта Республики Армения, в этом году фестиваль посвящен 150-летию со дня рождения Ованеса Туманяна, великого армянского писателя, педагога и большого друга детей. Фестиваль начнется с 15 сентября в селе Дцех на родине писателя с возложением венков к памятнику Туманяна. За ним последует театральный фестиваль под открытым небом, спектакли фестиваля, на которых вход бесплатен, будут показаны в Ереване и Тпилиси, а также в разных городах и селах Армении. Уже 14-й год в Армении проходит ежегодный международный фестиваль кукольных театров. Четвертый год подряд Министерство образования, науки, культуры и спорта организует молодежный инновационный конкурс «100 дней для Армении», который и дает молодежи возможность представить свои научно-технические разработки и идеи. По словам Армен Пресс, участники могут попробовать свои силы в следующих пяти областях – химические науки, информационные технологии, педагогические науки, архитектуры, социологические науки. В конкурсе могут участвовать молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет из Армении и со всего мира или авторские группы. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Которма Геркинг. Далее мы представим вашему вниманию Которма Геркинг. Далее мы представим вашему вниманию Которма Геркинг. Оставайтесь с миром!